Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, сорок восемь минут назад. Так и лежала. А вы раньше ее видели? Никак нет. Константин Львович предполагает, что эта дама низкой социальной среды. Ну, китера, то есть. Проститутка, что ли? Ну, если угодно. Ее коллеги вот там стоят. Ну, Инга Викторовна, доброе утро. Или недоброе. Извините. Доброе утро, Инга Викторовна. Коллеги, давайте ближе к делу. Доброе утро или недоброе, это вы мне расскажите. Бомжи нашли ее здесь. Документов нет. В метрах в двухста отсюда стоят проститутки. Она, возможно, стала жертвой клиента-садистой. Вот это нашли в кармане. Взрослый мир. Интим-шоп. Так что ее задушили? Ее абсолютно точно не задушили, но умерла от асфикции. Пока это все, что я могу сказать. Спасибо, Инна Эль. Остальное после вскрытия. Продолжаем осмотр. Перелом щитовидного хряща вызвал резкий отек гортани. Ростик. Внутренние мышцы сократились и полностью перекрыли доступ кислорода. То есть ее задушили? Олег Анатольевич, я понимаю, вы в терминологии не сильны, но, по-моему, я очевидные вещи говорю. Инга Викторовна, я понимаю, что вы не в духе, но все-таки поделитесь соображениями, и как она умерла. С удовольствием. Убийца ребром ладони нанес удар в область конической связки и переломил щитовидный хрящ. То есть каратист какой-то. Да-да, я читал, это удар, дрожащая ладонь. Здравствуйте. В волосястой части головы имеются проплешины. Убийца схватил ее за волосы, но она вырвалась. А вы сделали все эти выводы на основании первичного осмотра? Может, вы еще скажете ее имя и фамилию? Олег Анатольевич, искать имена и фамилии – это ваша работа. А я со своей стороны могу сказать, что жертва со стоматологом не дружила. Треснут первый премоляр, все зубы в скверном состоянии. В первом премоляре – остатки пищи. Ростик, свастер, психологический анализ, полстирта. Да. Что вот это за раздражение? Имеется сыпь. Причину пока не могу назвать. Дальше. Проксимальные фаланги. Олег Анатольевич, я вас умоляю, ответьте на телефон. Да. Да. Говори. И если можно, капельку тише. Ну, да не сейчас. Долго. Я тебе перезвоню потом. Давай. Вообще-то здесь люди работают. А я, по-вашему, что-то в потолок плюю, что ли? В таком случае, идите сюда. Я вам покажу кое-что интересное. Не бойтесь, подходите. Она не кусается. Она-то не кусается. В отличие от вас, Инга Викторовна. Могу. Если вам еще раз кто-нибудь позвонит. Ее убили смертельным ударом, нанесенным в область гортани. Прежде чем убили, поиздевались хорошенько. Можно я продолжу? Лопнувшая барабанная перепонка от удара, презервативы в кармане, алкоголь в желудке. Все это говорит о том, что убитая была проституткой. И стала она жертвой клиента-садиста. Случай годичной давности. Припоминайте, Степан Степанович, у убитой очень похоже по характеру травма. И райончик тот же. А, кстати, да. Труп был выброшен из машины, и девочка была одета как-то вызывающе. Да. Прозрачное платьице, но практически голое. Ну, потому что рядом с местом убийства стоят проститутки. И вечерочком я, кстати, к ним навязываюсь. Можно я теперь продолжу? Она не проститутка. Она проститутка. Она не проститутка? Почему такое предвзятое отношение ко всем женщинам? Начинается лекция по феминизму. Достаем блокнот. Вы, Зимой Евгеньевич, не переживайте. Если вы что-то пропустите, я вам еще раз эту лекцию прочту. Ну, что ты в бутылку лезешь? Ты же сама говорила, что факты говорят о том, что преступление было совершено на сексуальной почве. Или тебе лишь бы поспорить? Степан Степанович, на первый взгляд, действительно могло показаться, что это убийство проститутки. Но я сделала осмотр. Ну и что там? По результатам осмотра, изменений половых органов, характерных для такой профессии, нету. Судя по маркерам, у нее вообще не было половых контактов в этот день. А, ну, предположим. Ну, а телесные повреждения? Она сама себе их нанесла. Читайте. Телесных повреждений, характерных для садиста-маньяка, нет. Здесь что-то другое. Ладно, если это все, Степан, еще я пойду, надо поработать. Поработай. Халатик-то из секс-шопа. Из секс-шопа и с бейджиком? Боже, какой хороший магазин, милый. Столько всего. Давай что-нибудь купим? Викторовна, перестаньте. Какие плёточки. Смотри, вот тот костюмчик. Мне кажется, тебе подойдет. Добрый день. Интересует костюмчик? Есть ваш размер. Хотите примерить? Милый, ты такой зажатый сегодня. Расслабься. Молчите. Подарок контрацептивы с ароматом банана. Надо брать. Молчите. Нам надо задать вам пару вопросов. Я понял. В ДСМ. Нет. Кто и когда купил этот халатик? Извините, мы не имеем права разглашать информацию о клиентах. Нам нужна полная информация по покупателю. Разрешите? А молодая девушка позавчера? Угу. Быстро вы вспомнили. А все дело в размере. В эксцесс не каждая влезет. Не ходовой товар. Угу. Постоянный покупатель? Нет, нет. Впервые ее видел. Сказала, хотела своему парню сделать сюрприз. Это все? Нет, мы с ней разговаривались. Кстати, оказалось, что она тоже работает в сфере торговли игрушками, только детскими. Фирма Алибаба, по-моему. Аладдин. Да. Точно. Мне нужно видео с камер наблюдения. За последние три дня. Хорошо. Сейчас сделаем. Да. Можно? Чего тебе? Курьер принес заказное письмо. Угу. Ты извиня на дно? Мало того, что он документы подал за моей спиной, так он еще и… Теперь ему характеристика нужна. Напишу ему характеристику. Вот ты только смотри, чтобы никому не ляпнул. Дядя Степа, я вас когда-нибудь подводил? Ну, ты мне тут не дядей Степой. Я расскажу твоей матери. Знаешь, куда она отправила тебя работать? Простите, Степан Степанович. Чего стоишь? Инга Викторовна, я нашел. Я выяснил. Наша убитая работала в главном офисе. А он находится на территории склада. Вот тут. А я это место очень хорошо знаю. Это промзона. Далеко за городом. Ну да, далековато. У нас машина, как бы, в ремонте. Я могу на вас рассчитывать? Вот я ожидала чего-то такого. Вы поэтому со мной решили ходом расследования поделиться? Ну, не только. Ладно, поехали. Черт с вами. Без меня вы все равно это дело еще лет пять будете расследовать. Ну, гудки идут. Странное место. Руки! Кто такие? Полиция. Леонид Иванович, ну, что ты? Что ты так пугаешь людей? Опусти. Простите его. Ради Бога. Представьтесь. Надо понимать, с кем мы имеем дело. Я Александр Петрович Разовский. Директор компании «Аладдин». Ну, это чудесно. А вам знакома эта девушка? Ну, конечно, это Яна, наш оператор. А что случилось? Его убили. Как это? Надо задать пару вопросов, где можно это сделать. Давайте продем мой кабинет. Ну, давайте. Прошу. У вас тут все серьезное, смотрю. Да, места, знаете ли, глухие. Но у нас есть разрешение на оружие. Патроны холостые. И так попугать непрошенных гостей. И всех вы так любезно встречаете? Да нет, что вы. Просто вчера сломалась сигнализация, а вот, а охраны, как таковой, нет. А здесь склад. Игрушек. Ого, на сколько тысяч. Ну, а Леонид Иванович запскладом. Лицо материально ответственное. Так что извините, ради Бога. Вот, пожалуйста. Проходите, располагайтесь. Фух, жарко. Вот, вентилятор. Может быть, кофе, чай? Нет, благодарю. Так, сейчас. Я… Вот. Личное дело, Яночки. Пожалуйста. Скажите, а что вам неизвестно? С кем общалась? Какой была? Была. Обычная девчонка. Работала она у нас года два. Сама из пригорода жила с каким-то парнем. Его родственники укатили за границу где-то на полгода. Ну, и оставили их присматривать за квартирой. Ну, а что за парень? Вы его знаете? Да я его видел раза два, когда он приходил за Яной. Неблагонадёжный у него вид. Мне даже кажется, что он безработный. Почему так думаете? Ну, дело в том, что Яночка неоднократно просила у меня зарплату наперёд. Ну, я чисто по-человечески входил в её положение. Даже представить не могу, кто её убил. А у вас есть какие-нибудь подозреваемые? Это тайна следствия. Уинга Викторовна, вы как-то торопитесь. Может, сбавите оборот? Мне нравится мой стиль вождения, Олег Анатольевич. Пересаживайтесь на общественный транспорт. Да? Ладно. Так, нашёл её профиль. В статусе отношений значится некий Женя Р. Кроме фотки прошлогодней давности в очках, больше информации нет. Ну, покажите. Вот её профиль. Раз, вот два и три. Вполне себе безобидные фотки. Она точно не проститутка. Ну, не факт. Она могла вести двойную жизнь. Угу. А её парень? Вряд ли бы ему это понравилось. Ну, да. Ну, это пассажир мог запросто быть её сутенёром. Вы же слышали, что сказал директор? Неблагонадёжный, денег не хватало и так далее. Да, Степаныч, мы вышли на имя жертвы. Сейчас с Ингой Викторовной едем на квартиру. Слушай, можешь прислать Зиновия? Да, ну, пиши адрес. Странно. Бутылка шампанского не распечатанная, а в желудке у Яны мы обнаружили виски. Угу. Иж вы намекаете на то, что жертва была пьяна перед смертью? Намёки не моя сильная сторона, Олег Анатольевич. Нет, она не была пьяна. У неё виски обнаружен только в желудке, а в крови нет. Красиво. Интересно, кто из них художник? А мне интересно, кто баловался вот этим? Трава, что ли? Да. Она сам ее нашёл в вазочке. Зиновий Евгеньевич, вот что вы за гадость всё время жуёте? Хрустите, хрустите, хрустите. У вас желудок слабый, для зубов вредно. Гречневые хлебцы. Мама посоветовала. Двести сорок три калории. Так, мне срочно в лабораторию нужно. Вы же с нами доедете, верно? Инга Викторовна, ну, как же всё? У меня одна мысль появилась. Очень интересная. Хочу срочно проверить. Алик Анатольевич, а знаете, почему у нашей выскочки мужа нет? Не знаю, мне это неинтересно. А я вам скажу. Первый муж ее бросил и всех остальных предупредил. Дураком нынче нет. Ростик. Ну, как успехи? Какие успехи? Образец пищи и зубы Яны. Я же этим вообще не занимался. Инга Викторовна. Коль, подождите, через пару минут будет всё готово. Сейчас я... А, куда бы сейчас я это всё поставлю куда-то и... Вот, куда же... Ух ты! Я... Я... Давайте всё-таки без спецэффектов обойдёмся, хорошо? Давайте. Где образец? Дайте его мне, я сама посмотрю. Так я и думала. Инга Викторовна? Рассказывайте, что обнаружили. Не поверите, Олег Анатольевич, стоматология и мой конёк. Смотрите, что я в зубе Яны нашла. Вы издеваетесь? Я вот ничего не понимаю. Жертва укусила убийцу с такой силой, что треснул первый примоляр. Кусок плоти убийцы застрял у неё в зубе. То есть нам нужно искать убийцу с раной от человеческого укуса? Ага. Это сузит круг поиска. Значительно. Я думаю, что нужно искать парня-жертвы. Где бы найти этого парня? Вот это вопрос. Меня Викторовну вызвали? Да, Ростик. Сделай токсикологический анализ плоти и пробей его ДНК. Справитесь? Конечно. Через пару часов будет всё готово. Продолжение следует... Кто вам разрешил? Отдайте. Отдайте сейчас же. Я хочу знать, чем это всё закончится. Вам что и правда понравилось? Никогда ничего подобного не читала. А подпишите мне книжку, когда её напечатают. Зиновий Викентьич, я... Ого! Красиво. Не перестаёте меня удивлять. А что здесь удивительного, если человек хочет выглядеть обрядом? Я просто поставил пятно. Вообще, покиньте кабинет. Здесь вам не стриптиз. Да, да, да. На стриптиз это мало похоже. Или всё-таки похоже на стриптиз? Да, да. На стриптиз. Да, да. На стриптиз! используют. Дальше. Синяки. Мозоли на руках. Это все следы от пилона. То есть она стриптизерш? Да нет, вряд ли. У профессионалок мышцы более натренированные. Пол-дэнсом не больше года занималась. Оп. Печать ночного клуба? Вы какой-то бледный сегодня, Олег Анатольевич. Вы хорошо себя чувствуете? Давайте вам чаю крепкого заварю. Нет, я лучше пойду подышу. Не нравится ему с нами. Инга Викторовна, я хочу реабилитироваться за зуб. Дактилоскопическая экспертиза показала, что отпечатки с кулона принадлежат некой Аллепак. Ее данные есть в базе полиции. На чем погорела? Привлекалась за суть мюнерства. Интересно. Еще у нее есть своя школа танцев. Клуб черепа, по-моему. Похоже, Олег Анатольевич, вам с ней искать общий язык. Разберемся. Я пойду лучше подышу воздушком. Первый раз уявил. Это все? Я вас предупреждал от дачи ложных показаний. У вас на меня ничего нет, ребят. Печать вашего клуба? И чего? Такие малолетки ходят каждый день. Ничего. В лицо их узнавать. Псс. Пальчики. Как оказались ваши на этом кулоне? Я не знаю. Короче, мне надо позвонить адвокату. Так, Яна убита. Мы думаем, что это сделали вы. Да мы не думаем. Мы уверены. Закрывать дело? Да. В камеру ее? Оформляйте. Я предоставлю доказательства. Так, подождите. Это, это, стоп. Да, я ее знала. Знала, что все это так закончится. Короче, два дня назад у нас была частная вечеринка. Бубин день рождения праздновал. А он владелец клуба восточных единоборств. Ну, короче, организаторы заказали девочек, чтобы они танцевали гу-гу. Бубин захотел Яну. Яна ему не дала. Все. Пальчики ваши как на этом кулоне оказались? Говаривала я ее, согласится. Подрались? Ну, как подрались? Ну, ударила ее там пару раз. По лицу. Ну, а вот, Маша. Ну, она тоже, как бы, себя в обиду не дала. За волосы там меня схватила. Я начала защищаться. За шею ее схватила. Я не знаю, может, это зацепилось как-то мне за руку. Получается, и вы ее убили. Да я не убивала, ребята. Серьезно. У меня свидетель даже есть, что Яна выходила от меня живой. Так, и кто свидетель? Бубин свидетель. Он вошел вот прям как раз в самый разгар нашей драки. И хотел нас разнять. А Янка ему это, подживот дала. И что Бубин? Что Бубин сказал, замочит ее прям там? Он бы так и сделал. Если от боли бы не корчился. Я вам серьезно, ребят, говорю, я здесь вообще ни при чем. Что это? Кто ее так? Яна была убитая спецприемом, который используется в восточных единоборствах. Ребром ладони удар был нанесен в кадык. Братцы, я клянусь, это не я. Ну, когда выпьют, да, дурак, но убивать нет. Ладно. Где вы были прошлой ночью и вечером? У мамы. Днюху отмечал. Ну, не верите, спросите ее. Что с рукой? Покажите. Да не, на что там смотреть. Покажите руку. Мама не учила, что даме отказывать невежливо? Это я когда за стакан бил, осколок улетел. Алиби. Именно поэтому хозяин клуба восточных единоборств, Константин Бубнов, он же Бубин, арестован по подозрению в убийстве Яны Синицкой. Хорошая работа, молодец. Олег Анатольевич, а вы хотя бы алиби его проверили? Инга Викторовна, не смешите. Какое алиби? Мама — обширная доказательная база. То есть я не могу. Ну да, алиби у него слабое. Интуиция мне подсказывает, что убийца — это он. Вы интуицией начали пользоваться, Олег Анатольевич? Ну, это меняет дело. Нет, ну почему? Олег прав. Попытка изнасилования, угрозы, рана на руке, спецприемник. Все указывает на Бубнова. Инга Викторовна. Вам вообще интересно то, что я сейчас говорю? Ростик, поторопитесь. Да, Инга Викторовна, я уже бегу. Можно? Это ДНК материалы из ротовой полости, а это анализ крови Бубнова. Взгляните, Зиновий Викторович. С удовольствием. ДНК материалы из ротовой полости Яны Синицкой не соответствуют материалу ДНК Константина Бубнова. А вы так весело хохотали. А мы в характеристики как-то напишем? Хохотун. Душа компании. Я проверял в базе отсутствия человека с таким ДНК. А что, если укусила она одного, а убил ее Бубнов? Ну, Степаныч, после этих анализов мне ему предъявить нечего. Яну убил тот, кого она укусила. В следах плоти укушенного обнаружен гепатит С. Бубнов чист. Ну, тогда мы вернулись к версии, что убийца – это парень Яны. Постойте. Постойте. В квартире мы нашли сигарету с марихуаной. Возможно, он наркоман. Даже кололся. Моя мама часто говорила, что он наркоман. Ради дозы готовы на все, даже на убийство. Кстати, в плоти укушенного обнаружен гепатит С. Олег, а что у тебя по этому парню? Да ничего пока. Но мы разместили на него ориентировки. Ему не уйти. Ладно, все. Все свободно. И держите меня в курсе. Денис Викенович, что-то хотели? Я вообще не понимаю, как можно кого-то найти по этим ориентировкам вашим. Усы приклеит, и уже другой человек. У вас есть другое предположение, как нам выйти на этого Женю? Ростик, а что с настроением? Инга Викторовна, я нашел аллерген, вызвавший у Яны сыпь, но понятия не имею, откуда он там взялся. Окись хромов, эфироцианиды, глагиноорганические соединения. Олег Анатольевич, быстро найдите мне фотки, которые мы изъяли из квартиры Яны и Жени. Делается. Ну вот. Видите, у Жени все тело в татуировках? В ориентировке так и было указано. Все тело в татуировках. Олег Анатольевич, вы вот о чем-нибудь другом, кроме своей ориентировки, можете думать? Посмотрите лучше сюда. Окись хрома эфироцианиды – это пигменты, а галогиноорганические соединения – это консерванты. Помните, мне рисунок понравился у Яны и Жени в квартире? Ну? Это краска для татуировок. Ну что, я парень на тату-мастер. А вот это я вам предлагаю проверить. Сэр, есть сэр. Степан Степаныч, я не могу понять причин вашей травли. Зиновек Ильич, я все время думаю, какую вам характеристику написать – хорошую или ту, которую вы заслуживаете? Я думаю, что в моем случае эти понятия идентичны. А знаете ли вы, Зиновек Ильич, что не все наши фантазии сбываются? Вам не говорили об этом в детстве? Вкусно здесь. Телевизор один выручает. Вот вчера смотрел фильм один про писателя в возрасте. Он в санатории отдыхает и пишет что-то вроде романа. Скука какая. Пап, нельзя смотреть плохие фильмы. Ну вот, заходит он себе в номер, а там гормишная. Живая или мертва? Живая. Читает его роман. Он ей, как вам не стыдно, отдайте. А она ни в какую. Знаешь почему? Роман понравился. Да. Пап, ты книгу пишешь? Нет. А если бы я писал? Что в этом плохом? Прости. Да, Олег Анатольевич. Да, сейчас буду. Прости, мне надо бежать. Люблю тебя. Давай. Пока. Пока. Я узнал, что окись хрома, ферроцианиды и прочая бодяга находятся в составе китайских дешевых красок. В основном их используют начинающие мастера. Также есть подозрение, что парень погибший снимает комнату, оборудованную под тату-салон. Она должна быть здесь за углом. Вот она. Стоять. Мы к вам. А мы уже закрыты. Мы из полиции. Пара вопросов. Вам знакомы? Вот эти люди. Ну, это Жека и Янка. Только я их давно не видел. Ни его, ни ее. А чего так? Вы ж друзья вроде. Да какие друзья? Он у меня работал месяц назад, уволился. Все, больше не пересекались. А где нам найти этого Жеку? Чел, я сказал, я не в теме. Слушай, Яна убита. Поможешь нам убить, найти? Так что, чел, говори, где найти твоего Жеку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стоять! Жека, беги! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чего, догонит, нет? Ушел, гад. Ушел. А почему я не удивлена? А мы тут как раз спорили, догоните или нет? А вы мне бургер и колу должны. А вы не беспокоитесь о своей фигуре? Вы за мою фигуру беспокоитесь. Я беспокоюсь, да. Тут сразу было без вариантов. Жека ж паркуром занимается. Ну, я пойду. Не-не, с нами. Ну, пойдешь-пойдешь. Только в участок. Давай-давай. Там посидишь. Горячий прием, все дела. Обыскали ваш тату-салон. Оказывается, вы еще и травкой приторговываете. Поэтому Женю прикрывал? Не, ну да. Я думал, он на травке спалился. А про Яну я вообще не в курсе, клянусь. Можете проверить. Жека пришел, сказал, что срочно надо бабла. Я там пару копеек дал, больше у меня не было. Так он, падла, мой телефон забрал. Ну, ясно. Этим должен заниматься отдел по борьбе с наркотиками. А с вами Инга Викторовна. Я хотел бы кое-что обсудить, если вы не против. Давайте. С вас кофе. Может, все-таки гамбургер и сок? Нет, Олег Анатольевич, кофе. Обожаю этот кофе из автомата. Мне нравится, не пейте. Другого у нас нет. Да нет, с удовольствием пью. Благодарю. Да. О чем поговорить хотели? Да вот, скрины переписки Яны и Жени из соцсетей. Ребята полчаса назад скинули. У меня все супер. Они клюнули, я забил стрелку. Реально согласились на пятьдесят тысяч, как лохи повелись. Супер. Тебя ждет сюрприз. Какой секрет? А, сюрприз. Это, я так понимаю, костюм из текст-шопа. Мне нравятся эти ребята. Классные. И, судя по всему, это реальная причина убийства. И чтобы найти убийцу, нам нужно понять, кого они шантажировали. Нам в любом случае нужен Женя. А вы его упустили. Ладно вам. Да. Да, говори. Так. Да. Надо ехать. Все. Отбой. Женя нарисовался и ни за что не угадайте имя жертвы. Давайте в викторину не будем играть, Олег Анатольевич. Горняк Леонид Николаевич. Завсклады компании «Аладдин». Как вам такой поворот? Это который нас чуть не пристрелил тогда. Да. Консьерж увидел падающее тело, выбежал посмотреть, увидел убегающего Женю. Сейчас Горняка оперирует. То есть, получается, что Яна, Горняк и Женя как-то связаны? Так. Но как? Теоретически, Горняк мог приставать к Яне. Поехали. 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 Ну что, док? Это просто чудо, что он остался жив. Прогнозы были крайне неблагоприятны. Он со знаний? Пока мы к нему никого не пускаем. Но вы же понимаете, что это означает? Что? Ну, как минимум, нежелание сотрудничать с правоохранительными органами. Или же забота о тяжелобольном пациенте. Совсем все, разговор окончен, мне еще одна операция, мне нужно подготовиться. Мне кажется, я знаю, где он. Так. А вот и наш клиент с гепатитом. Опачки. Петрович, ты, ты следуешь. Он идет за тобой. Остановка сердца. Немедленно покиньте палату. Александр Петрович. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вы в курсе, что произошло с вашим заведующим склада? Да. Мне звонила его жена и просила денег на похороны. Я могу быть вам чем-то полезен? Хотим задать вам несколько вопросов. Понятно. Давайте пройдем к мне в кабинет. Не скрывать нечего. Прошу. В каких отношениях Яна была с вашим зав. складом Горняком? Он же был ее непосредственным начальником. В каких отношениях? В рабочих? Обычных? А что? А как вы думаете, Горняк мог убить Яну? Да ну что вы, какой из Горняка убийца? Он муху не может обидеть. Александр Петрович, Горняк перед смертью произнес такую фразу странную. Петрович, ты следующий, он придет за тобой. Что это может значить? Как вы думаете, кому адресовано? Возможно, что вам? Ну вы же понимаете, что это ерунда. Что мама на свете Петровичей? Давайте по чуть-чуть. За упокой его души. Вы как к виске относитесь? Благодарю. Прекрасно отношусь, но я за рулем. Я тоже, но я на работе. А где там с каком-то у вас? За дверью налево. Александр Петрович, вы же понимаете, что после смерти двух ваших сотрудников нам надо поговорить с их коллегами. И нам нужен доступ к компьютеру Горняка. Понимаю, понимаю. Я дам распоряжение, вам помогут. А что там мы в желудке у Яны обнаружили? В виске. А реально определить какой? Стой! Туда нельзя! Стой, я сказал! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Купаж рванный, 46-ти градусный. Ростик, ты чертов гений! Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О-о-о-о! Мужики! Давай, Гриша, ломаем шею! А что вы несете? А то, что господин полицейский. Оказались вы не в то время и не в том месте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Наркотики. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот почему Яну убили. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В общем, Яна сказала, что к ним на склад какой-то левый товар из Китая приходит. И что они на этом много бабла поднимали. И мы решили, что разведем ее начальника, скажем, что мы типа в курсе. И сообщим, куда надо. Да. Я так понимаю, что речь шла о сумме в пятьдесят тысяч долларов. И Розовский согласился на все ваши условия. Я тоже так думал, что он согласился. И они мне место назначили условное, где деньги должны были передать. Но они меня схватить пытались. Я убежал. Телефон, правда, оставил. То есть, когда вы начали шантажировать Розовского, он подумал, что это из-за наркотиков? Ну, получается так. Яна Дурочка, она же не знала, на что она нас подписала? Да, не знала. А тебе теперь светит срок. За убийство горняка. У меня все равно выхода не было. Меня бы замочили. А так я знал, где он живет. И заявился к нему. Как ту штуку из балкона сбросили? Я из балкона его сбросил. Я его на крышу заманил. Ну, сказал, что у меня, мол, есть улики, что это он. Что это он Яну убил. Что за деньги молчать буду. И он поверил? Слушайте, я не знаю, поверил он или убить меня хотел сам. Только паркуром я занимаюсь у него. То есть, вы убили горняка, а потом сразу поехали на склад убивать Розовского? Слушай, а чего вы вообще спрашиваете? Вы и так все знаете. Обидно только, что вы мне помешали. Теперь эта мразь будет жить. Ты о себе подумай, но не о нем. Что мне думать? Мне что за одного, что за двоих все равно срок мотать? Как вы вышли наше торжество? Мы думали, что они на лоха нарвались. Только я давно уже не мальчик. Хорошо, вы их вычислили. А зачем убили? А кто сказал, что я убивал? Это горняк убивал? Это его рук дело? Здравствуй, Яночка. Ян, солнце. Нельзя наезжать на взрослых дядей, Ян. Это неправильно. Сломанные пальцы, вырванные волосы, алкоголь в желудке. И вы пытаетесь убедить нас, что это дело рук горняка? Я клянусь вам. Я к ней даже пальцем не прикоснулся. Алкоголь, который мы изъяли из вашего кабинета, идентичен тому, который мы обнаружили в желудке Яны. Стоп. Стоп. А почему вы решили, что она пила у меня? Потому что концентрация алкоголя у нее в желудке выше, чем в крови. А это говорит о том, что алкоголь употреблялся за несколько минут до смерти. Ее убили вы. Вы ее пытали, потому что думали, что она знает про наркотики. Извините, пожалуйста, я ничего не знаю. Я просто выходила на деньги. Ты, сучка, нам все расскажешь. Ленчик, давай. Давай. Иди сюда. Иди, сучка. Ты мне все расскажешь. Все расскажешь. Слушай, Ленчик, ты ее не убил? Да хрен ее знает. И у меня последний вопрос. Как именно вы убили? Вы избавились от дела. В результате расследования, проведенного в нашем бюро, полиция накрыла целый картель. Отличная работа. Наконец-то вы стали одной командой. С чем я вас поздравляю. Инга Викторовна отлично провела экспертизу. Олег Анатольевич качественно и оперативно провел свою часть работы. Степанович, я хочу тебя поблагодарить за все, что ты для меня сделал и многому меня научил. Был мне как батя, но я должен предупредить, что с понедельника у тебя новый следак. Это... это что, шутка? Нет. Я написал рапорт о переводе. Зину Викентьевич, Инга Викторовна. До свидания. Даже не знаю, радоваться или грустить по этому поводу. А что вы так на меня уставились? Я здесь вообще ни при чем. А есть варианты? Инга, ты должна была бы засунуть в себе свой характер. Но ты не можешь этого сделать. Потому что у тебя там шило. Да клянусь, я ничего не делала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok